По всей России, включая наш регион, с 2012 года выстраивается система мер поддержки семей с детьми, включая выплаты на первого ребенка, на третьего выплаты детей с 3 до 7, с 7 до 8, с 8 до 17. В этой системе применялись разные подходы. К примеру, где-то доход не должен был превышать двух прожиточных минимумов на семью. И следуя этому, где-то выплачивалось 50%, где-то 75 или 100. Теперь отработанная система приобретет более удобный вид. С 2023 года, с 1 января, вступает в силу универсальное пособие. Это универсальное пособие, оно объединит все действующие меры. В том числе и новые меры, например, такая мера, как выплата беременной женщине, ставшей на учет в ранние сроки беременности. Сегодня для получения некоторых пособий нужно обращаться в разные ведомства. Фонд социального страхования, Министерство социальной защиты и Пенсионный фонд Российской Федерации. Новое пособие все упрощает. Подавать нужно только одно заявление на сайте госуслуг, где указать все пособия, на которые рассчитывает семья. Заявление направят в Единый социально-пенсионный фонд, который заработает с 1 января 2023 года. Уменьшаются затраты времени на предоставление мер поддержки. За 10 лет мы наработали межведомственную базу. Поэтому, если раньше это была куча справок, куча подтверждающих документов, то сегодня у нас есть бесшовный переход. То есть мы в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваем необходимые документы по заработной плате, по имуществу. Много было тонкостей у нюансов, но, по крайней мере, межвед теперь работает, и всю необходимую информацию мы можем запросить, не тревожить человека. Все критерии получения мер сводятся к единому стандарту. Все семьи, чей доход ниже одного прожиточного минимума, будут получать универсальное пособие в соответствии с дефицитом дохода семьи. Планируется увеличение числа тех, кто будет получать его в нашем регионе, примерно на треть, до 90 тысяч семей. Все, кому поддержка назначена до конца следующего года, могут не волноваться о перерасчете. Они продолжат ее получать. Александр Зловин, Сергей Рябухин, репортер 73.